На Аллее Славы почтили память тех, кто отдал жизни, защищая Одессу в период Второй мировой войны. В этот день, в 41-м, началась героическая оборона города. Она продолжалась 73 дня. С историками и очевидцами общалась наша Олеся Повар. Мы приходим ежегодно, в начале августа, и приходим сюда по зову души и сердца и памяти. История, память о тех, кто начинал оборонять Одессу, а потом освобождал, чтобы она была вечно жива у людей разного возраста, разного положения. В 41-м Одессу окружили 300 тысяч немцев и румын, оборонявшихся в 10 раз меньше. Отстоять наш город было сложно, он расположен в степи. Историк Александр Бабич считает, выстояли только благодаря грамотному командованию и упорству людей. Спасибо всем жителям города тогда, которые вышли в поле и просто в чистой, в голой степи, в такой же жаркой августовской, начали копать огромное количество противотанковых рвов, окопов, блиндажей. Ведь это все сделано, в общем-то, руками женщин и пацанов. К обороне подключился весь город, в первую очередь заводы. Артель по производству игрушек начинает делать гранаты. Артель, которая до этого делала губную помаду женскую, она делает запалы для гранат. Там завод киноаппаратуры начинает в банках из-под кинопленки делать мины прижимного действия. На одном из таких заводов работал дедушка коренной одесситки Людмилы Николаевой. В ее семье, как и в других, почитают подвиг солдат. Такие даты, как эти, это День Победы, День Извобождения Одессы, День Обороны Одессы, мы никогда не должны забывать и передавать эту память нашим детям и внукам, чтобы все помнили, какой ценой доставалась эта победа, как люди любили свою родину, и чтобы наше поколение и поколение наших, как говорится, потомков тоже были патриотами своей родины. Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, Андрей Кульба, 7 канал.